Благослови, святейший владыко, Благословен Бог наш, всегда и принесный во веки веков. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во грабежи его даровал. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во грабежи его даровал. Благословляется и освящается Закладной камень в основании храма Честь иконы Пресвятые Богоматери Неопреднеополимая Купина Благодатью Святаго Духа Окроплением Владытия Священной Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. По славу святые, и единосущные, и нераздельные троицы, И я благоволением и благостью Нами, Патриархом Московским И всея Руси Кириллом Заложен храм всей Честь иконы Божией Матери Именуемая Неополимая Купина В лето от Рождества По плоти Господа Бога и Спасителя Нашего Иисуса Христа И в день 2015 9 день апреля месяца 22 по новому стилю В ограде Москве Кирилл Патриарх Московский И всея Руси Спасибо Господа Субтитры подогнал «Симон» 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 А почему мы радуемся, когда совершаем добрые дела? Да потому что каждое доброе дело прославляет Бога, и каждое доброе дело от Бога. И когда совершаем плохие дела, не радуемся, даже если результаты могут быть выгодными для нас или для кого-то другого. Потому что плохое дело не от Бога. Вот это и есть голосование совестью, голосование сердцем за то, что хорошо и что плохо. И радуюсь, что именно сердцем и совестью москвичи голосуют за строительство новых храмов, которые и так необходимы в этом огромном городе с большим населением, со многими проблемами, с радостями и скорбями. И мы знаем, что храм это то место, где мы душой соприкасаемся с вечностью. Это то место, где мы особенно чувствуем Божье присутствие. То место, где Бог особенно слышит наши молитвы и подает по этим молитвам. И сегодня, может быть, как никогда, нужны Божьи храмы. Чем динамичнее развивается жизнь, чем стремительно развиваются научные и технические достижения, чем большую роль в жизни людей играют машины, автоматы и прочие бездушные системы, тем важнее для человека укреплять свой дух, чтобы никогда не стать рабом внешних обстоятельств, сохранить Бога данную свободу, а вместе с этой свободой и подлинное человеческое измерение своей жизни. Пусть Господь благословит строителей, жертвователей, всех тех, кто трудится для созидания этого Божьего храма. Я хотел бы выразить особую благодарность Николаю Петровичу Токареву, руководителю Транснефти. Я хотел бы поблагодарить местные власти префекта Валерия Юрьевича, нашего многочтимого и уважаемого Владимира Осиповича Рейсина, помощника мэра и помощника патриарха по строительству, строителей в лице Алексея Алексеевича, возглавляющего концерн «Крост», и всех, кто будет и уже работает, и будет работать по созиданию сего святого храма. Но более всего я хотел бы поблагодарить вас, мои дорогие братья и сестры, за вашу поддержку, за ваше понимание важности совершаемого дела. И пусть со строительством храма будет больше солнца в прямом и переносном смысле в нашей жизни. Храни вас всех Господь! Христос воскресе! Программа 200 и, как говорит Владимир Рейсин, темпы строительства, храмовое строительство, опережает темпы строительства по другим видам гражданского строительства. Это вектор, который задал в 2000 году наш президент Владимир Владимирович Путин, и программа 200 всеобъемлющая развивается. Мы участвуем в нескольких храмах. Заканчиваем храм на Мичуринском проспекте, около Академии Федеральной службы безопасности. Начали вместе с Транснефтью храм в Отрадном, на котором вы присутствуете. И радуемся, что их больше и их больше делается. И главные награды – это люди, которые сегодня пришли на закладку камням его святейшеством Патриархом Кириллом. Объект начинался несколько лет назад, когда Токарев Николай Петрович принял это решение и Акционерное общество «Транснефть» поддержало. Мы два года назад вышли на стройку, приступили к работам. Работалась проектная сметная документация. Она сейчас выпущена, утверждена в нужном порядке. И в этом году будет стоять уже полностью здание, кровля и окна. В этом году, а в 2016 году, как патриархам поставлена задача, храм будет отдан прихожанам. Архитектурное решение. Знаменитый архитектор Аболенский, талант русский, сделал много храмов, но этот храм, он особенно красивый. Он чуть-чуть отличается в связи с тем, что вокруг очень много жилья. Громадный парк. И это будет украшение района. Сюда, рядом метро, и будут ездить десятки тысяч прихожан. Это 36-й храм. И когда заказчики-священники, это самые требовательные заказчики. И каждый рабочий, каждый инженер, который построит храм, он потом выходит после нескольких лет строительства другим. Потому что священники каждый день разговаривают с нами. Учат нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok